Добрый день! Зовите меня часовщик, и это моя кухня. Кухонные размышления, мнения о том или ином событии или явлении, которые меня интересуют, естественно. Самое время поговорить о новоязычестве и как оно связано с Шарли Эвдо. Вернее, как я всё это связываю. На самом деле, их время уже прошло, так называемых новоязычник, в том смысле, что нет уже такого бума, такого ажиотажа, который они в своё время учинили. Помните, как пару лет назад различные группы ВКонтакте засирались их мудростью, их великолепными видеозаписями, которые нужно было посмотреть. Замечательные бородачи, такие как Трихлебов, Хиневичи, Игры Богов и прочее. Засиралось с таким пафосом, с таким понятием, что, дескать, всем надо знать, как будто это какая-то дикая важная информация. Всё это происходило на фоне антиалкогольной кампании, о которой стоит поговорить отдельно. В частности, о её организаторах, например, профессоре Жданове, который рекламировал различные банды и, в общем, тоже был в теме. Создавалось некоторое впечатление, что Россия с колен поднимается. Вот-вот, ещё подождать, ещё поверить в какую-то новую сказку нужно. Возрождается Россия языческая, дохристианская, истинная, вот не рабская, а вот такая воинская. Коловраты повсюду, идолы, бородатые люди. Это всё было дико популярно несколько лет назад, но сейчас это почему-то уходит в глубину истории, что ли. Хотя есть, наверное, некоторые адепты, которые до сих пор всему этому поклоняются. Разумеется, всё это говорит о том, что люди, которые участвуют в этих видосах, только лишь на основании своей бороды и вот этим таким околопровинциальным центом, являются людьми, которые наполнены огромной мудростью, несметным багажом знаний, истории и прочего. Геневич Трехлевов со своими, скажем так, наружными чертами, какими-то знаниями энергетики, так и около индусских каких-то сказаний, создавали впечатление вот этих истинных мудрецов. И первоначально надо отметить, что я услышал обо всём этом движи от Задорного, который тоже форсил все эти темы и форсит до сих пор. Снимает различные околодокументальные фильмы, куда приглашают тёров, певцов, которые, ну, видимо, в качестве экспертов там выступают в его фильмах. Ну, в общем, обо всём этом можно посмотреть другие ролики, которые его, собственно, разоблачают. Очень много в интернете всех этих весёлых историй. Задорного форсят там по различным телеканалам, но, однако, движуху по проязыческие темы он толкает только на РЕН-ТВ. Позволяет некоторым считать, что данные материалы секретные, а власти скрывают. И тут по РЕН-ТВ открывается правда. Но речь сейчас пойдёт даже не о нём и не об этих замечательных бородачах. В своё время их уже мусолили все, кому не лень, разоблачали, ловят на их незнание истории, каких-то даже банальных вещей. Я ничего не могу сказать в этом плане. Есть много замечательных личностей, которые всё это проделали. Поэтому я не считаю нужным принимать эту тему. Скажу лишь, что достаточно иметь хотя бы минимум скептицизма, чтобы, собственно, всех их отоблачить. Ну, хотя бы таким вопросом стоит задаться тем, любителям всех вот этих околославянских вещей, старинных преданий, сторонников заговора хитрых евреев против добрых славян, задаться одним простым вопросом, на котором задался я. Почему вот хитрые евреи, наслав на Русь своих зомби-христиан, не уничтожили их руками? Начисто, ну, хотя бы, ну, малейшее упоминание истории славян. Чтобы никаких хиневичей в 2009 году с трёхлебовыми просто не возникало. Чтобы они все были вот изначально рабами. Почему бы так не сделать? Ну, это всё вопрос, а что было бы если, если задаваться этими вопросами вообще. Напомнить, что угнетателям, так называемым, было около тысячи лет, чтобы уничтожить, ну, всю историю славян. Вот на корню. Или выдумать какую-то новую абсолютно. Они этого, видимо, не сделали, но, по крайней мере, в редакции исторических событий хиневичей трёхлебово ничего об этом не говорится. Ну, и, честно говоря, давайте метнёмся к другой теме. Метнёмся в другое событие. Событие, которое случилось во Франции. Очередной теракт 13 ноября 2015 года. Которое связывают с журналом «Шарли». Когда фанатикам не понравилась картинка, и в пятницу 13-го случилась вот эта кровавая расправа. Ответственность на себя взяли мастера брать на себя ответственность. Исламское государство. Но это происходит достаточно часто, чтобы люди уже стали к этому привыкать. И на первый раз, когда всё это случилось, это вызвало, конечно же, взрывом измущения. И меня возмутило то, что в наших СМИ всё форсили с той подачи, что, дескать, дорисовались. В одной из передач, вот, интернет-телеканал День ТВ велась программа. Ведущий программы был Фифелов. Сын Проханова, насколько я знаю. Едва эксперта. Не знаю, почему его зовут Фифелов, но он, наверное, имеет право брать себе любую фамилию, как только захочет. Но, однако, удивительное сходство с отцом, чисто в мимике и во внешних данных. Его просто выдают. Вот не знаю, зачем ему нужно было брать какую-то другую фамилию. В общем, я не помню название передачи, я не помню этих экспертов. Я помню, что они судачили о том, что, вот, собственно, произошло во Франции об этих ужасных картинках, которые там имели место быть, которые как бы сприларватизировали этот теракт. И вот, в общем-то, пришли к единому мнению, что Ислам возник, как у рождественных христианства и Ильи. Что вы говорите? В конце концов, Фифелов обращался к редакторам и художникам журнала, что, дескать, вот, ребята, нарисуйте картиночку на самих себе. Что, собственно, они и сделали, но наверняка, ну, я бьюсь об заклад, что они не просто слушали Фифелова. Думаю, Фифелов им вообще нахрен не нужен. И вообще, вряд ли кто-либо из французов вообще знает этого ведущего. И то же самое что-то пытался в своём Твиттере донести до своих подписчиков. Харламов, бульдов который, который Гарик. И, собственно, были наверняка горды собой, когда всё вот это произносили. Я хочу сказать, что обычно Америку открывают примерно за 30 секунд. Но беседующим потребовалось более полчаса, чтобы понять, что любая новая религия враждебно старая. Это всего. А старая будет всячески эту новую религию гнобить. Это всё взаимодействие. И все говорят о мире, добре, справедливости. Любая религия будет об этом усердно говорить. И каждая будет обязывать своих адептов за это умирать. Это нормально. Ну, это ненормально с точки зрения вообще общества. Но нормально в контексте вот этого понимания, что такое религия. И старые религии, они не будут терпеть конкуренции и будут давить новые, как только могут. А те, кому удастся выжить, будут враждовать. И любой новой религии нужен своеобразный стартап, которым может послужить эффект древности. Даже если этот эффект, ну, нарочи-то, фальшь. Неоязычество опирается на некие древние славянские документы, артефакты, верится в книгу и противостоит христианству как к некому еврейскому проекту. И иудаизм, как его производные, брали свое начало с более древних языческих историй и сказаний. И в этом нет абсолютно ничего нового, никакой новой идеи. Но ребята, видимо, пришли к этому выводу. Изначально все культы носят характер сект, некого клуба по интересам. А затем это все превращается в религию. Но только в том случае, если эта самая секта претерпит различные гонения со стороны представителей старых верований. И любые гонения, они делают культ только крепче. И это, в общем-то, ни для кого не секрет, что различные неоязыческие книги объявляются экстремистскими, авторов ждут судебные процессы, что делает их своеобразными мучениками. И неоязычество – это новая религия. И приходят точно такие же стадии естественного отбора, как и все иные культы до него. И в качестве подскриптума хочу сказать пару слов о Шарли. Просто голословная гипотеза, ничем не подкрепленная, только моим воспаленным обнахожением. Помните вот Иракскую войну, с чего она начиналась? С Иракса – это 11 сентября 2001 года. Бен Ладен взял на себя ответственность и обещал жениться, что называется. И Америка стала крошить Ирак. И возвращаемся во Францию в наши дни. Случается теракт. ЕГЭ берет на себя ответственность. Франция наносит удары по ЕГЭ. Может быть, не какие-то очень сильные, но все-таки наносят. Виноваты в теракте. Конечно же, безусловно, террористы. Но косвенно всех собак еще нужно спустить и на спецслужбы. Они – это допустение. И вот, наевшись этих исламо-христианских войн, людям понадобится новая концепция. И на это место может претендовать новоязычество со своими плюсами и минусами. И вот, собственно, все, что я думаю о том, что такое новоязычество. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...